Приветище! Это Иммортал Феникс Райзинг, а вот это разбитое здание это Зал Богов. Когда-то здесь собирались могучие и сильные боги и решали людские, мирские проблемы, а может быть даже и божественные проблемы. Но это было раньше, а теперь здесь никого нет, кроме нас. У меня всегда есть что предложить. Не ври, у тебя нифига ничего нету, ты не можешь мне ничего предложить. В общем, здесь боги отдыхали. Тут у них и парикмахерская своя, и бассейн, и вон даже кузня своя есть, ты представляешь? Такие дела. Пойдемте я кое-что покажу. Я купил DLC к этой игре, и у меня теперь есть вот такие доспехи. Броня божественного автоматона. Сейчас трансформеры набегут. Короче, давай посмотрим, как эти доспехи смотрятся. Вот это я понимаю, доспехи. Весь в железе, как киборг. Киборг-убийца. И сзади еще есть какие-то турбины, из которых пар идет. Короче, доспехи огонь. Давай посмотрим, что они дают. Плюс 20 к защите. Неплохо, неплохо. Пойдем теперь на карту, я тебе кое-что покажу. Нам нужно с тобой освободить 4 бога. Первый находится в долине Вечной Весны, и там у нас Афродита, богиня любви. В роще славы нас ждет Афина. Земля горнов, там ждет Гефеста. И логово войны, там нас ожидает Ареса. Всем этим 4 богам нужна наша помощь. И они нас отблагодарят какой-то силой, которая поможет нам в конце победить финального босса. Но прежде чем бросаться спасать этих богов, мы отправимся с тобой решать головоломку с большой лирой. Она находится вот здесь. Там, где мы как раз таки начинали, где мы приплыли на корабле. Эту лиру мы с тобой искали и ходили все вокруг да около. Муза, Гермеса, послать, что приносит удачу бессмертным. Дело имеет Гермес и с людьми, и со всеми богами. Пользы кому-либо мало дает, но морочит усердно. Неплохо. Кто это сочинил? Мой любимый поэт. Он, кстати, еще не родился. Наконец-то, ну наконец-то. Мы все блуждали, искали эту огромную лиру и теперь добрались. Тут есть несколько вот таких вот золотых свечений. Скорее всего, это обозначает количество лир, маленьких лир. И теперь мы будем сейчас играть мелодии. Но чтобы их вспомнить, мне нужно посмотреть прошлые мои выпуски. Так что я пошел их пересматривать. Ах да, чтобы сыграть на этой огромной штуковине, нужно просто стрельнуть из лука в нужную струну. Итак, первая мелодия. Слушаем. Все получилось. И портал открылся. С монетами. Свою руку доставай, кучу монет. Тьфу ты, ядреный горох. Все, две монетки достал. Негодно, негодно. Ладно, надеюсь, что со следующей лиры. Опачки. Кажется, на меня сейчас обрушатся дьявольские происхи. Обычно после таких фраз с неба обрушается молния и появляются всякие циклопы и прочее всякой нечисти. Ладно, взобьем болт на это все делом. Играем следующую мелодию. Мелодия длинная. Сыграли мы ее правильно. Я надеюсь, что нам дадут за нее огромное количество монеток. Ну, хотя бы четыре штуки. Дайте четыре штуки, пожалуйста. Ох, екарный, шесть монет. Пируем. Мы с тобой пируем. Накроем сегодня стол. Ну что ж, осталась последняя мелодия, которую я знаю. Но, по сути, тут еще два желтых таких огонька. Это означает, что должно быть две последних мелодии. Ну, я знаю только одну. Мелодия тоже длинная. Давай мне шесть монет. Ну-ка. Хе-хе-хей. В ламбешнику мне дали монеткой. Короче, плюс две монеты еще. Но это было забавно. Типа, несу руки в меня. И кто-то, видимо, с другой стороны зарядил мне этой монетой. Ну ладно, это уже в прошлом. Наш следующий план действий. Сейчас тебе покажу на карте. В начальной области мы уже все исследовали, как ты видишь. За исключением вот этого островка. Возможно, на этом островке есть маленькая лира. Последняя лира, которая нам подскажет мелодию. Но на этот остров будет добраться сложно. Нам потребуется огромное количество выносливости. Это во-первых. Поэтому собираем грибочки синенькие. Они нам как-никак кстати сейчас будут. Короче, смотри. Видишь, на протяжении всей вот этой глади морской идут такие вот каменные башни. Каменные отростки. Сейчас тебе еще раз покажу. Вон он тот наш остров. Нам нужно туда. Я уже там поставил меточку. Вон она стоит. И будем мы туда попадать вот по этим каменным башням. Если их так можно назвать. Как бы одинокие каменные горы. Или... Не знаю, какой уж назови. Там у нас уже гарпи ждут. Поэтому хватит уже думкать. А еще я заметил, что в этой гавани очень огромное количество разбитых кораблей. Так что тут очень опасно. Пошла вода горячая. Надеюсь, что мне хватит выносливости долезть до верху. А если не хватит, будем жрать грибы. Да, не хватит. Ладно. Переходим к плану Б. Ждем грибочки. И лезем вот до этого выступа. Главное, чтобы нас гарпи не запалили. Они могут нас очень легко скинуть с этой горы. А это что за чудо-юдо? Это дракон, что ли? А ты что тут тряпкаешь? В общем, сначала разбираемся с гарпиами. А потом переходим на дракона. Если, конечно, мы его осилим. Хэтчот. Теперь так, постреляю. Эх, промахнулся. И она тоже промахнулась. Так, кажется, на нас дракоша хочет напасть. Ай-яй-яй-яй, дракоша. Тихо-тихо, надо спрятаться вот здесь вот. А, он нас запалил. Ну что ты будешь делать? Все против меня. Разберемся при помощи меча. Слушай, так это не дракон. Ну как бы это дракон, но не дракон. Ё-моё, он еще и фаерболами стреляет. У него посередине львиная голова, а по бокам драконии. Две драконих и одна львиная. Это что, яйца? А, нет, это гранаты. Это гранатики. Ну залази же, она сейчас тут поджарит. О, хорошо. Короче, я разобрался, кто это. Что это за дракон? Это местный змей-львиноч. Змей-львиноч. О-о-о. Который прилично так дамажит своими фаербольщиками. Но, слава богу, мы разобрались с гарпиями. И теперь остались только вы. Мистер-змей-львиноч. Это как змей-горыныч, только змей-львиноч. Хаваем гранатики. И идем давать поджопников вот этим трем головам. Надеюсь, что они из меня феникс-гриль не сделают. Своими фаерболами. Ой, хорошо, хорошо. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Это плохо, плохо, плохо. О-о-о, как умеем мы. Короче, надо пользоваться вот этими моментами, когда он... Ай-яй-яй. Когда он изрыгает огонь, надо оббегать его сзади и лупить его по жопу. И я сейчас сдохну, нафиг. Эликсир. Эликсир меня спасет. Вот, момент настал. Сейчас подрежем мы тебе твой хвостик. Неплохо, неплохо, неплохо. Он еще раз хочет. Ну ладно, мне это дашь на руку. Хорошее время отработать комбо-удар и мечом. Кстати, насчет комбо. Когда ты начинаешь его делать, то невозможно остановиться. И бывает такое, что во время комбо тебя просто сносят. Совсем чуть... Что за читерство? Как-то он боком так прыгнул и ударил меня. Что за Дарк Соус тут начался? Ну все, мальчик. Поиграли и хватит. И улетел Змей Горыныч... А, Змей Львиныч в свои горы. Ну короче, это был почти как Дарк Соус, только в более приятных цветах. Дарк Соус, он же такой мрачный. Так, зачем я тебя призвал? Подожди, я хотел просто собрать инжир. Тут столько инжир, надо его забрать. Я потом поалхимичу и сделаю себе крутое зелье. Итак. Первая вот эта гора. Как это я их называл-то? Каменные башни. Первая каменная башня нас немножечко удивила. Здесь был спрятан Змей Львиныч. Пойдем посмотрим, что на другое будет. Вот я уже вижу, что там есть красный рубин, например, да? Попробую сейчас с лукой его разрушить, чтобы туда не спускаться. Надеюсь, это прокатит. Мда. Я даже не знаю, что сказать, но это просто кидал какой-то. Я не хочу туда спускаться. Я просто пронзил этот кристалл. Вот это физика. Ладно. Фиг с ним, с этим кристаллом. Я лучше наверх поползу. Если я спущусь за кристаллом, мне понадобится снова взбираться наверх. А это выносливость, понимаешь? У меня не так много выносливости. Я же загнусь. Да и грибов у меня тоже немного. Хотя два эликсира есть у меня. Два эликсира. Вот. Тоже, в принципе, неплохо. Ой. Чуть не сдохли. Точнее, чуть не свалились. Но грибочки мои все. Главное не посинеть потом, знаешь. Грибов синих наемся и потом покроюсь синими пятнами. Или вообще в смурфика превращусь. Это же не круто. Вообще не круто. Смурфики они ж маленькие. Кстати, мне тут повезло. Тут выступы есть, по которым даже лазить не надо. Просто запрыгивай, да и все. О, грибочечки. И инжирчик. Жирчик, инжирчик. Тут, кстати, спокойно, тихо. Никого нет. Никто не охранял эту гору. Ой, какая роскошь. Видишь, просто ходишь, собираешь себе тихонечко. Ни с кем не воюешь. Такая редкость в этом мире. О, 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 о. Там вон сундук какой-то синий. Я вижу. Луна нарисована. О, какая-то магия. Магия поглотила этот сундук. Или магия невидимости. Смотри, сундук, он такой полупрозрачный, полуневидимый. Интересно, интересно. Сундуки ночи доступны только ночью. И их хорошо охраняет. Удерживайте эту кнопку, чтобы отдохнуть. Так, время пролетит быстрее. Че, помедитируем? Медитейшн еще никому не мешало. Так что давай сейчас тут присядем возле сундука. И помедитируем. Яблоки гранаты. Во, все, ночь. Остановите время, пожалуйста. Сейчас день наступит, мне ночь нужна. А? Спасибо. Ого, какой ты лавинистый. Жуки лавинистые. Вылезли, смотри, чертяки. Это вот охрана этого сундука. Ну, ничего, ничего. Тут, в принципе, одна шелуха. Сейчас я подраскидаю их. Но есть также и два каких-то крепыша. Обожаю просто апперкотами раскидывать всех. Выкуси, накуси. Во, вот, крепыш, смотри. С молотом. Махает. Вот, вот, спокойно. Главное, не упаять. Не-не-не-не. Вот, это была близкая. Чуть в бездну не провалился. Вот, это он жахнул. Я думал, тут сейчас край горы отвалится после такого удара. Вот еще одна громадина. Короче, один с молотом, другой с копьем. Все ясно. Красавчик, могешь. Не только меня, но и своего еще зацепил. Почаще так делайте, пожалуйста. Все. Один громила у нас без щитов остался. И пока он оглушен, надо его валить. Давай, попсик. Сдыхай быстрее, пожалуйста. Может, его скинут нафиг отсюда? Сейчас попробую это сделать. Эй, чуть-чуть не хватило. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Давай, падай, падай, падай. О, да. Мы скинули одного чувака. И чуть сами не упали. Он, короче, утопился. И это хорошо. Осталась одна гарпия, которая может меня тоже скинуть, но не скинула. И чувак с молотом остался. Ну все, вначале с гарпией разберемся. Открыла личико. Ну и я тоже огреб. Вот молоточечко. Короче, пошли-ка. Сейчас мы эту гарпию разрежем. Мечом своим. Она даже последний удар успела нанести. Смотри-ка. Ну это я затупил. Ну чё? Лови колонну. Один на один с тобой. О, у него ещё и копья есть. Главное не дать ему встать. Последние удары. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ау. Прощай. Прощай, мой милый красный друг. Ну чё? Кошерно. Испытание ночи пройдено. Оу. А тут какая птичка летает классная. Сейчас мы до неё тоже доберёмся. Давай, скрывай. Кия. Ааа, больно. Ну конечно. По бетону-то бить. Сундук-то бетонный. Короче, достали какую-то фигню. Сейчас посмотрим, что это такое. Полуночный осколок. Добыв полуночные осколки, можно собрать из них прочный доспех. Чтобы сделать доспех, выполните все предлагаемые Гермесом исследовательские задания для героев. О, этот Гермес. Ну ладно, мы попробуем это сделать. Но потом. Сейчас мы направляемся на вон ту горочку. Внизу вороны ждут, когда я разобьюсь об воду. Но не дождутся. Короче, полетели. Попробуем сразиться с этой птицкой. Эй, птицка! О-о-о-о! Я только сейчас заметил, что они какие-то крутые, какие-то элитные. У них иконка, смотри, над здоровьем какая. Я думаю, что я их не вынесу. Короче, эти чуваки тут охраняют сундук. Ё-моё! Как она умеет. Ладно, до первого удара посмотрим, сколько она урона наносит. И если ей очень больно, то мы отсюда свалим. А эти чуваки какие-то фиолетовые. Ой, я её даже ударил, смотри-ка. О-о-о! Она вихри пускает. И половину здоровья моего сразу съедает. Чё-то как-то больно. Эти чуваки тоже половину мне снимают. Офигеть просто. Ладно, ребят, я пошёл! Пинка по жопу мне ещё дали. Я пошёл от вас. Я с вами не справлюсь. Я ещё слишком маленький. Зря я к вам забежал. Короче, если такие иконки на здоровье им есть, то... Это какие-то элитные мобы. И лучше с ними не связываться. Пока что. Я вот лучше кристаллик соберу. Она меня преследует. Она за мной летит, смотри. Крылья есть, значит, можешь до меня добраться, куда захочешь. Тогда надо убегать от неё. Пошли туда. На следующего... Ой, она как близко-то! Спрячусь я, пожалуй, от неё в инвентаре. Чтоб её не видеть. Я думал, может, телепортнуться куда-нибудь, но... Я такой путь проделал, так что нет. Лучше я полечу туда. Ма-а-а, горячо! Я чувствую, горяченьким запахло. Я мог сейчас отхватить. О, знакомый чувак. Который призвал армию. Ребят, мне сейчас вообще не до вас там за мной гонятся. Чёрт возьми. Ещё и птица докопалась до меня. Сейчас будет больно. Очень больно. Если я не успею залезть... Давай, малышка, залази быстрее! Опа! Увернулись. Ай, выносливость кончается. Всё очень плохо. Очень плохо. Ну, отвяжись от меня. Ну, хватит уже годный контент делать. Я не хочу хайповать. Я хочу выжить. Просто это преследование выглядит очень... Очень сочно. Чёрт подери. Давай, жри грибы. Пей в воду там синюю. Ой-ой-ой. Такие крики, как будто... Ну же! Давай, залази. Не знаю, меня уже давно могли склевать, но что-то меня щадят. О, ещё один сундучок. Сейчас только до него дотронусь и вылезут ещё какие-нибудь мобы. Или нет? Всё, я спрячусь в этой полуразбитой лодке. Хотя это даже не полуразбитая... Разруха какая-то. Угу. Меня басут. Тогда я буду умными стрелами стрелять. И уничтожать всех этих чуваков. Сначала с гарпией разберёмся. Чисто между глаз! О! Ну, а тут уже так, постреляем. Давай, гарпия. Складывай свои крылья. Отдай мне свой опыт. Мачта меня спасла. Ну же! Есть! Наконец-то я получил за гарпию опыт, и это здорово. А теперь надо разобраться с вот этой птичкой. Птицкой. Очень большая птицка. Ну же, попсик. Двадцать семь нанёс урона. О! Смотри, у него шкала здоровья того уменьшается от моих лучных выстрелов. Эх, лук, лучок. Золотая луковица. Ещё одна гарпия прилетела. Ну, может, хватит уже, а? Комбо от меча. Не, не, не получилось. За одну комбо уничтожить её. Благодарпия испепелилась. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй! Она сквозь лодку у меня фигачит. Мощно. У меня осталось пару гранатиков. Теперь один. И всё, и как бы мне больше нечем восполнять хп. Птичка, ну чё? Вот это вообще не круто. Птичка, ну пощади меня. Я не хотел на тебя нападать. Если бы я знал, что ты такая криповая и жёсткая, я бы не полез к тебе. Вот так вот. Прям в ляжку. Хотел в пупец, но получилось в ляжку. Ладно, постреляем так. Эй! Она спепелилась, как феникс. А-а-а! Это же ночная птица, а... А, нет, вон она. Она просто зареспаунилась по новой. Всё понятно. А я думал, типа, ночь прошла, и она исчезла. Ну, типа, ночная птица сидела. Короче, ладно. Пойдём покажем, где красные раки ночуют. Вот это у чувака сейчас шатаем с тобой. Главное не дать ему призвать своих подопечных. Готовенький. А теперь посмотрим, что у нас тут блестит. Вино! Вот это да! Наконец, что-то стоящее внимания. Верно? Верно, верно. Только на кое чёрт мне вино. Давай посмотрим, для чего оно вообще. Кувшин с вином. Вот он. Вино, с помощью которого можно упокоить дух павшего воина. О-о-о! Я, короче, не знаю, вырезал я этих духов или нет в прошлых видео, но дело в том, что тут по этому острову бегают души воинов. Я их встречал, сквозь них можно пройти. И, по всей видимости, если я поднесу к одному духу кувшин с вином этим, то, возможно, они, ну, уйдут с этого мира. Я так думаю. Надо будет попробовать, короче. Всё, мы снова у этой лодки. Тут есть клавиша, на котором пёрышко нарисовано. Туда просто нужно куб вот этот наш положить. Он здесь. Да убери ты лук! Магнит свой доставай. Геракловскими наручами. О-о-о! Не упасть бы самому вместе с вот этой глыбой. Сейчас, короче, поставим. Сундук откроется, по идее. Я надеюсь, там что-нибудь ценное. А то чё я морочусь? Жопу тут надрывая, понимаешь ли. Они мне там пигню всякую в сундуках подсовывают. Ну-ка. Только рукой не бей. Ноги тоже, но. О-о-о! Шлем гордыни. Одноглазого великана. По-моему, это крутая вещица. Давай посмотрим. Вот он у нас какой красивый. Плюс 20% к урону уникальным врагам. А уникальные враги это какие? Которые светятся красным? А наш шлем плюс 10 к урону от меча. Понятно. Одеваем вот этот шлем. И он классно сочетается с вот этой бронёй всей нашей. Хоть это и два разных комплекта. Но выглядим мы теперь просто огонь. И, кстати, мы наконец-то добрались до этого большого островка. Вон она моя метка. И я надеюсь, что мы здесь найдём маленькую лиру. Ну и может быть ещё что-нибудь интересное. Но это ты узнаешь в следующем видео. Поэтому, если тебе понравилось, то есть тебе лайк под этим видео. И подписочка, если ты ещё не подписан. А я с тобой прощаюсь. Пока. Увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok